В патриаршем подворье Екатеринбурга открылась выставка Николая Золотухина «Красота Божьего мира». Художник-монументалист жил и творил преимущественно в советское время и для советских людей, но сумел защитить свой взгляд на искусство от влияния безверия. Красоту окружающего нас мира способен отметить каждый, но люди сферы искусства имеют редкий дар. Они способны передавать это ощущение другим. Николай Игнатьевич Золотухин отмечал, что мир, созданный первым художником, идеален до последнего штриха, поэтому к своему творчеству советский художник был очень требовательным. Щепетильный и чрезвычайно разборчивый в том, что предлагалось тогда в то время, советское время, советскому зрителю. Поэтому он не хотел жить теми лозунгами того времени. У него был свой мир, который он не открывал практически никому. Конечно, в пору государственного атеизма нелегко было выразить в картинах свое видение красоты природы, в которой ощущается и гармония, и разумное начало. Но мастерство и проницательный взгляд на мир позволяли увидеть и выразить в каждом цветке ту первозданную красоту, которая не может не завораживать. Это настолько искренне, настолько глубоко и высоко, что говорить, что я атеист, это или дикость, или глупость. Тепло и душевный свет, который несет творчество Николая Золотухина, прекрасно влились в атмосферу патриаршего подворья. Разумеется, все его работы не поместятся ни в одном выставочном зале. Они встречают своего зрителя на стенах школ, университетов и жилых домов. У него больших работ монументальных, где-то основных восемь. Но они, конечно, по времени занимали большое время, где-то, ну, может быть, от полгода до двух, до трех лет. Но даже те произведения, что представлены здесь, прямо сейчас можно увеличивать и размещать на фасадах зданий. Золотухин настолько внимательно относился к деталям, что присматриваться к каждой мелочи можно бесконечно. Сегодня в многих художниках свет бьет прямо так вот назойливо, условно, как прожекторно, он навязывает себя. А здесь наоборот. Эти картины, эти работы, они втягивают в себя. Они требуют своего внутреннего света. И если у тебя в душе есть вот этот самый свет, тогда ты и откликнешься на этот свет. И произойдет то самое желанное для художника умножение. Говорить об этой особой красоте, конечно, мало. Надо видеть. Благо, вход в патриарше подворье свободен. Все желающие могут ознакомиться с экспозицией. Но если захотят лицезреть все работы Золотухина, придется немало поездить по Свердловской области. Хотелось бы пожелать, конечно, чтобы вы пришли на эту выставку, поделились той красоте, которую раскрыл благодаря качеству своей души Николай Золотухин. И дай Бог во время Великого Поста очистились от греха, от всякой нечистоты. И также засияли, как эти цветы, с благодарением нашему Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok